Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Выдающийся чехословацкий гроссмейстер Рихард Ретти известен не только своими достижениями в практических шахматах, но и вкладом в шахматную композицию. Сегодня мы с вами рассмотрим весьма известный, парадоксальный этюд Рихарда Ретти, который был опубликован в 1928 году. На доске почти пусто. Всего три фигуры и пешка, но при своем ходе белым победить очень непросто. Если вы не знакомы с этим этюдом Рихарда Ретти, поставьте сейчас видео на паузу и постарайтесь самостоятельно решить эту композицию. Задание – белые начинают и выигрывают. Ну а теперь, когда каждый из вас успел составить свое мнение об этом положении, мы рассматриваем авторское решение гроссмейстера Рихарда Ретти. Ладья белых под боем, поэтому, очевидно, ходить нужно именно этой фигурой. Но перемещение ладьи на фланг дает черным простой путь к ничьей. Просто играем Д4, после шаха Король Е4, Король Е6, Д3. Фигуры систематически продвигаются к первой горизонтали, что не дает белым победы. После шаха Король Е5, Д2. И белым все-таки придется отдать ладью за пешку соперника. У этого этюда есть сильный ложный след, в котором раскрывается все коварство этой композиции. Ход ладья Д1, который, я думаю, многие из вас посчитали верным, на самом деле является ошибочным. Ладья, пользуясь своей дальнобойностью, отходит как можно дальше, при этом не теряет из виду пешку Д5. В этом случае черные играют Д4. Король Д7. Белые пытаются обойти короля соперника и помочь ладье справиться с проходной. Но здесь, играя Король Д5, черные ставят соперника в положение Цукцванга. Действительно, если белый король продолжит попытки обойти своего черного коллегу и сыграет, например, Король С7, то следует Король С5 на Король Д7, Король Д5, Король Е7, Король Е5. Черные не уступают. Если же белые попытаются сбить соперника с оппозиции и пойдут ладьей, то следует Король Е4. Возможен, кстати, был и ход Король С4. И на обход в исполнении Короля Белых следует Король Е3. Нападая на ладью, черные выгадывают решающий темп, что позволяет им достичь ничьей. Действительно, белым рано или поздно придется отдать ладью за пешку соперника. Но как же решается этот этюд? Здесь небольшой нюанс. Дело в том, что к цели ведут два первых хода. Ладья Д3, либо ладья Д2. Эта дуаль, с точки зрения шахматной композиции, весьма существенный дефект. Но на учебную ценность рассматриваемого положения этот факт почти не влияет. Идея обоих ходов состоит в том, что только после отхода ладьи на вторую или третью горизонталь и движения черной пешки, ладья становится на поле Д1. Таким образом, белые, по сути, передают очередь хода сопернику. Если здесь черные сразу же попытаются помочь королем пройти пешке в ферзи и сыграют король Е4, то следует простой обход. Король Д6, Д3, король С5, король Е3, король С4, король Е2 и белые пешку уничтожают. Ладья бьет Д3 и далее мат ладьей. Но основная задумка автора раскрывается после наиболее упорной защиты. Черные играют король Д5. И здесь белые побеждают единственным король Д7. Это положение мы с вами разбирали при ходе белых. Но сейчас ход черных, что решающим образом влияет на конечный результат. На самом деле перед нами редчайшая для данного материального соотношения позиция взаимного Цукцванга, которая была опубликована в 1956 году в прекрасной брошюре Ильи Майзелеса «Ладья против пешек». Черные при своем ходе избежать поражения не могут. И здесь возможны два эхо варианта. Если черные пойдут король Е4, то белый король обходит его слева. Далее Д3 и после король Ц5, король Е3, король Ц4. По сути, этот вариант мы с вами уже видели. На Д2 следует король Ц3. И белые уничтожают пешку. Если же черные сыграют король Ц4, то решают обход справа. Король Е6, Д3, король Е5, король Ц3, король Е4. И здесь на король Ц2, ладья Д3. Либо на Д2, король Е3. Белые также выигрывают пешку и побеждают. Вот такой очень интересный этюд Рихарда Ретти, в котором для победы белая ладья должна проявить сдержанность. Этот этюд является очень важным для теории ладейного Эншпиля. Но в то же время, с точки зрения шахматной композиции, имеет очень существенный недостаток в виде дуали на первом ходу. А как вы считаете, то, что этюд решается и при ладья Д3, и при ладья Д2, это серьезный минус данной композиции? Напишите обязательно ваше мнение в комментариях под видео. Не забывайте ставить лайки, если видео понравилось, дизлайки, если не понравилось. А также подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Один из крупнейших русскоязычных шахматных каналов на ютубе. Большое спасибо за внимание. До свидания.